Всем привет, меня зовут Тоня, я живу в Корее уже три года, и периодически подписчики, либо мои друзья спрашивают меня о каких-то особенностях Кореи, о том, что лучше было бы знать заранее, либо иногда я что-то замечаю на улице, в общем, сегодня я это все забрала, такие хаотичные 15 пунктов будут того, что, на мой взгляд, я считаю, было бы здорово знать это перед вашей поездкой в Корею, то есть некоторые пункты предостерегут вас, некоторые, наоборот, помогут насладиться вашим путешествием еще и еще больше. Не претендую на оригинальность, некоторые я уже освещала в своих влогах, часть из них вообще знают очень много людей, кто уже интересуется Кореей, потому что часть из них освещалась в других влогах других людей, либо в интернете их можно найти, но я, на свой взгляд, объединила те, которые я считаю более-менее такими самыми актуальными и важными. Может быть, что-то забыла, если что, написывайте в комментариях. Итак, начнем с метро. Корейское метро, оно отличается от русского и не только вообще своей структурой, но и также устройством вагонов и сиденьями. Если в России места для инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детьми это не какие-то точно занятые места, то есть нет прям вот четко, что вот эти места забиты только за ними, то есть в принципе, если приходит человек из такой категории людей, ему просто уступает место, то в Корее боковые места слева и справа, вот эти маленькие, где по три человека туда садятся, эти места именно для этой категории лиц. Поэтому просто так корейцы туда не садятся, все остальные садятся в середину, там очень полно других мест, поэтому те места отделены и вот предоставлены только-только им. Также есть еще отдельные места для беременных женщин, это обычно самые крайние места и они помечены розовым цветом, то есть их тоже стараются по возможности не занимать, но с ними чуть-чуть попроще, то есть в принципе, если вы очень устали и не осталось вообще никаких мест, на них можно сесть, но когда войдет беременная девушка, вы должны будете встать. Кстати, беременных девушек в Корее легко отличить тем, что те, кто встал уже на учет, им выдают такой вот розовенький брелочек и поэтому не нужно долго гадать, беременная женщина или нет, по брелочку можно четко определить, что женщина беременна, даже если это еще ранний срок. Второе, что я считаю тоже необходимо знать, чтобы сделать вашу поездку более комфортной, чтобы уже об этом не думать, это то, что в метро и в автобусе карточки проездные прикладывают два раза, на входе и на выходе. Это сделано почему? Потому что цена проезда немножечко варьируется в зависимости от того, насколько далеко вы проехали, поэтому при выходе ваша карточка считывается, что да, вы проехали вот до этой зоны, и если вы там превысили зону, вас снимут дополнительно там 100-150 вон. Третье, это туалетные тапочки. Если вы остановитесь в гостинице, в гетхаусе, может быть у друзей, у друзей дома, то вы заметите, что в туалете есть дополнительные такие дырявые пластмассовые тапочки, которые специально используют корейцы для того, чтобы ходить в них в туалете. Почему? Потому что те, кто видел, в принципе, у меня уже room tour, знают, что в корейских туалетах в основном пол сделан одним, одним большим пространством, и посередине, где-то либо сбоку есть сток. Поэтому, в принципе, весь пол может быть мокрым, весь пол можно мыть душем, то есть это абсолютно не важно. Ну а чтобы после того, как кто-то наплескался вдоволь в туалете, вам не было дискомфортно зайти туда в носках или на мокрый кафель вставать, используют вот эти как раз тапочки, чтобы вы могли их спокойно обуть и подойти к раковине и сделать все, что вам необходимо. Когда я жила в гестхаусе, было очень забавно наблюдать, как периодически кто-то из иностранцев брал эти тапочки из туалета, думая, что это просто как бы тапочки для пользования, и расхаживал в нем по всему гестхаусу. Это было забавно, мы за ним бегали и говорили, что нет, эти тапочки только для туалета. Следующий пункт это объятия. Если вы приехали в Корею, у вас есть корейские друзья, вы решили их наконец-таки навестить, то при встрече не стоит вдаваться в европейские объятия и тому подобное, потому что в Корее немножечко это не принято. В Корее достаточно небольшого поклона, если это ваш хороший друг, можно просто там помахать ему, ой, помахать ему привет-привет, мужчины иногда за руку могут поздороваться, но таких прям крепких дружеских объятий в Корее могут не понять. Единственное исключение попадает, если ваш друг хоть и кореец, но там достаточно времени прожил в Америке, либо в Европе где-нибудь, может в России, то есть тогда уже менталитет немножечко другой. Пятое, что на мой пункт тоже необходимо знать перед тем, как ехать в Корее, это что да, кореицы действительно едят собачье мясо, но здесь ситуация немножечко не такая, может быть, как вы ее себе представляете. Вы не встретите, не найдете в супермаркетах, магазинах, наряду с полками, с говядиной, с курицей, со свининой собачье мясо. Нет, такого не будет. Собачье мясо едят в основном только старшее поколение, молодое поколение уже от этого отходит и в принципе, если вы у молодого поколения спросите на улицах, ели ли вы когда-то собачье мясо, то в большинстве случаев они вам скажут нет, либо ели, когда были со всеми детьми, вот как раз когда их родители угощали. А вообще для того, чтобы найти собачье мясо, нужно постараться, нужно найти заранее место, где это продают, где это готовят, потому что это уже большая-большая редкость, то есть просто так на улице вы собачье мясо не встретите. За этим нужно целенаправленно куда-то ехать, но если вы приедете, вы увидите картину, что в принципе 95, если не 100% людей, которые будут там, это будут уже пожилые люди. Шестое, очень полезно для тех, кто планирует гастрономический такой тур по Корее, вода и закуски подаются бесплатно. Что такое корейские закуски? То есть вы заказываете основное какое-то блюдо, например, там немен или пибимпап, и дополнительно вам обязательно на стол принесут кимчи, там салатики, какие-то там маринады, то есть вот такие вот маленькие закусочки, они все всегда подаются бесплатно и в большинстве случаев всегда. Да, их можно продлевать, то есть если вы съели все, вы можете попросить бесплатно еще. К этому же пункту относится и вода. Вода в Корее везде бесплатна, поэтому если вы даже пришли в какой-то торговый центр, нам могут ставить бесплатные кулеры, где вы можете попить воду. На улице, в парках, эти, я не знаю, как они называются, когда вы можете подойти и попить воды. В общем, вода в заведениях и в принципе по Корее она бесплатна. Единственное, если где продают платную воду, это в магазинах, вот в бутылках. Седьмой пункт и это очереди в метро. Как я уже сказала, в метро двери стеклянные, поэтому заранее каждый человек знает, где остановится вагон и где будет вход, где откроются двери. Поэтому люди, подходящие на платформу, заранее встают в очередь. То есть образуются такие две очереди, слева и справа от дверей, которые потом, когда поезд приезжает, люди заходят в порядке этой очереди. Поэтому нету столботворения, нету того, что вот подъехал поезд и все там суетятся куда влево, вправо, где тут дверь и куда бежать. Вот. Бывают иногда, обычно это корейские аджумы, которые делают вид, что мне все не плачало, подойдут в середину, войдут. Но это скорее как бы исключение, чем за правило. Также, что касается экскалаторов. Корейцы всегда живут в ритме пали-пали, быстрее и быстрее, поэтому на экскалаторах те, кто не спешит и хочет стоя подняться наверх, они встают обычно с правой стороны, а слева оставляют место для тех, кто хочет пешком побыстрее подняться наверх. Вообще, обычно таких людей достаточно много. То есть, в принципе, я знаю, что в Москве тоже так оставляют, но в Корее обычно вот этот левый поток, он всегда движется. Постоянно кто-то, кто-то, кто-то поднимается. Поэтому, если вы не хотите подниматься, тогда не становитесь слева, а становитесь справа. Девятый пункт и это пешеходные переходы. Дело в том, что на корейских светофорах тоже иногда бывает кнопка, но большинство иностранцев по незнанию думают, что это кнопка, которая включает зеленый свет. Но это не так. Если вы посмотрите, то вы увидите, что внизу дорожечка для незрячих, она такая желтая, с выпуклыми поверхностями для того, чтобы человек незрячий мог понимать, где он идет, докуда. И эта дорожка, она обычно как раз-таки идет в том числе до этого столба с кнопкой. И кнопка эта предназначена для незрячих людей. Что же делает эта кнопка? При загорании зеленого света она активирует звуковое сопровождение. Да, там это обычно либо пиу-пиу, пиу-пиу, и переход разрешен. Нажимать ее в надежде, что от того, что вы нажмете быстрее за количество зеленого света, не нужно. Единственное, где такие светофоры могут быть, это может быть где-нибудь в деревнях, где трафик более свободный. И где не нужно постоянно, чтобы автоматический светофор менялся, то там могут быть действительно кнопки, которые будут менять светофор на зеленый свет. Но по Сеулу везде, в центре и даже больше в окраинах, таких светофоров нет. Они все автоматические, поэтому нажимать кнопку бессмысленно. Следующий пункт относительно туалета. В Корее, в корейском метро везде есть бесплатный туалет. Они обычно находятся либо сверху уже после турникетов, либо снизу до турникетов. То есть по указательным можно всегда их найти. Они бесплатные, они чистые, у них есть все, что необходимо. Поэтому, если вам вдруг захотелось в туалет и вы в метро, вы можете просто выйти на любой станции и воспользоваться туалетом. Итак, одиннадцатый пункт, и мы продолжаем говорить о еде. Корейские едальни, они чаще всего специализируются на каком-то одном блюде. Это позволяет им, во-первых, довести вкус до совершенства. Поэтому очень часто едальни славятся. Вот этот славится, вот этот славится, вот этот славится, там, то поки, это славится, там, и чем-нибудь еще на именном и тому подобное. Вот. И плюс это еще помогает очень увеличить скорость приготовления, скорость подачи. Раз они готовят одно и то же, значит, уже подготовленные ингредиенты, они уже знают, что, куда и как. Поэтому после того, как вы закажете свое блюдо, ваш заказ принесут очень и очень быстро. Если, находясь в Корее, вы задумались о своем обеде или ужине, сначала стоит поделиться с тем, что именно вы хотите поесть, а потом уже искать ресторан, который концентрируется вот на том, специализируется на том или ином блюде. Потому что, например, в едальни, где продают бутайчики, вы не сможете поесть камджатан, например. Особенно это стоит учесть, если вы путешествуете в компании, у которой абсолютно разные вкусы. И нет такого, что вы можете прийти в ресторан, да, один закажете одну кухню, другой другую. То есть сначала стоит определиться с тем, что вы все хотите покушать. Следующее это то, что в Корее нет чаевых. Уже зарплата официанта, либо работника включена в стоимость самого блюда, поэтому вам нужно просто оплатить по прайсу. Дополнительно ничего оставлять не нужно. Ну и последние три пункта, они касаются уже более такого культурного поведения иностранца в Корее. И первое это то, что когда вы приходите в гости, не стоит разуваться и снимать носки. То есть быть босиком в гостях, это очень некультурно. Если вы пришли в кроссовках, то как бы просто не снимайте носки, не оставайтесь в носках. Если вы пришли в босоножках и тому подобное, то просто, раз вы знаете, что вы идете в гости, и вы одели босоножки на голую ногу, просто положите себе в сумку носки и когда вы снимете, разуетесь, снимете босоножки уже в гостях, просто оденьте чистые носочки и все. Также в Корее не принято и некультурно звать кого-то по-европейски ладонью вверх. То есть в Америке, в Европе спокойно можно позвать «Эй, давай, подойди сюда, давай быстрее, иди!» Можно позвать ладонью вверх, но в Корее это является некультурным. И нужно звать кого-то ладонью вниз, то есть вот такое вот жесть. «Подойди, подойди сюда, я тебе кое-что покажу! Давай, давай быстрее, иди, иди сюда!» Если вы кого-то будете звать тем более одним пальцем, то есть это вообще очень некультурно, это значит «Ну давай, давай, иди сюда!» То есть вы показываете свое пренебрежение, вы унижаете вот этим знаком того, кого вы зовете. Поэтому хорошей реакции на это не будет. Конечно, поскольку вы иностранец, вначале вам не будут прям так сильно реагировать на это, вам могут объяснить. Но если вы все-таки вспомните об этом жести и позовете его так, то это покажет, что вы более культурный, интересующийся другой страны, культуры человек. Ну и последний пункт, о котором очень часто говорят, это то, что в Корее принято что-то брать и давать двумя руками. То есть если вам что-то дают, будь это там, знаете, хотя бы какая-то маленькая вещь, то есть взять это двумя руками показывает ваше уважение, что вы благодарны, что вот да, спасибо. Взять одной, это немножко не пренебрежит, но типа «Ой, да что ты мне там тут даешь?». Также если у вас занята одна рука или там вы двумя руками не сможете дотянуться, только одной, то можно придержать одной рукой локоть другой руки и взять вот так вот одной рукой. Это тоже можно, либо двумя, либо одной рукой, но при этом придерживая ее. Вот так вот. Ну вот и все 15 пунктов. Существуют еще разные, естественно, моменты, которые лучше бы знать перед путешествием. Ну вот, на мой взгляд, я выделила таких вот 15 основных. Если вы считаете, что какие-то еще нужно прям вот, ну вот обязательно знать обе из них никак, пишите об этом в комментарии. Если вы уже каких-то знали, тоже пишите, посмотрим, кто как хорошо знает корейскую культуру. Ну а я с вами прощаюсь. Всех люблю-люблю. Пока-пока!